Эффективная практика, дающая возможность выйти за пределы мозга и ощутить себя духовной сущностью, не привязанной к физическому телу. Иногда, когда ментальные какие-то набеги, просто такие жесткие, которые переливаются в физические, эмоционально-чувственные, опаторные. Думаешь, что происходит, как я не знаю, как... Либо просто какая-то есть движуха, которая не решается, и вот в твоем теле, в мозгу происходит все вот это, весь этот сумбург, там, решалого, нерешалого, попадалого. Ты ментально решаешь какой-то вопрос, то есть думаешь, так, для того, чтобы мне решить вопрос, мне сейчас надо сделать там вот это вот, сюда пойти, вот это вот сделать. И с этой ментальной болтовнёй у тебя внутри ещё... Плохо, ну плохо тебе. Ты понимаешь, что, возможно, не сработает, там, бла-бла-бла. И не сработает. Ни хрена не сработает, не очень хорошо всё получится. Потому что испытывать такие ощущения нельзя. Ощущение злости, злобы, депрессии, вины. Или тебе что-то говорят. Тебе говорят такое, что обычно за такое ты говоришь, «Хам, бля, а ты знаешь, кто ты?» А вот и ты начинаешь там оправдываться, и всё, и тоже перерастает в скандал. Эти моменты нужно избегать. Избегать, потому что они... Они так впитываются в тебя и на уровне мысли, и на уровне ощущений, что потом при каждой вот такой вот ситуации ты будешь быстрее взрываться, быстрее устраивать войну. В этом месте, где война не нужна, война вообще нигде не нужна, нигде не нужна. Можно избежать войны, быть только победителем всегда, абсолютно всегда. И если жопа полная, я направляю внимание на тот кошмар, который происходит в моём теле. Опять я не говорю ничего нового. Та самая функциональная практика, та рабочая система, которая работает беспрекословно у меня. А почему она у меня работает? Потому что я очень часто её делал. Очень часто её делал. И вначале я уже просто не помню. Может быть, ты не понимаешь, как её делать. Но я стараюсь простым языком вам объяснить, как это сделать. Когда это нужно делать? Что-то происходит в теле, и ты направляешь на это внимание, направляешь на это внимание, на это ощущение. И чем оно будет сильнее, чем больше оно будет кошмарить тебя, тем больше кайфа ты получишь, и тем меньше ты будешь думать о тех мыслях, которые привели к этому, которые оправдывают это. Бывают разные ситуации. Бывают ситуации, где ты просто прав. Просто прав и всё. Ну, это есть свидетели того, что ты прав. А тебе сейчас говорят клевету. На тебя щебечет то, чего с тобой не происходило. Ты абсолютно честен в этом моменте. И твоя честность, она может привести тебя к тому, что ты сейчас превратишься в монстра. Монстр, который готов доказать свою невину всеми способами. Ты, сука, я говорю правду, я говорю правду, говорю. Но ты можешь избежать этого. И избежать этого, и пережить этот момент в радости. И я клянусь, что картинка, которую вы видели, страшная картинка, она как-то развернется, перевернется, раскрасится. И потом вам скажут, блин, мы что-то погнали. Оказывается, там всё по-другому. Ты был прав, чувак, извини. И для этого ты никому ничего не доказывал, ты даже слова не сказал. Но ты можешь промолчать так же. Молчать. Вот с таким вот лицом дурачка сидеть и смотреть на человека, который тебя просто выносит. А внутри быть таким, сука, я держусь. Я вроде бы ни о чём не думаю, блядь. Ну и сейчас я как... Ладно, я не разобью тебя, ебал. Потом вроде бы всё, мысли нет. Думаешь так. Буду думать об этом. И вот ты думаешь об этом, а внутри тебя... Никто перед вами не изменится. Ничего нахрен не изменится. Пока в вашем теле одни какахи, ничего не изменится. Но для того, чтобы какахи изменились на вкусные волшебные цветочки, обращаем внимание на это ощущение. Прикроем глазки. Прикроем. И ты сразу же так, стоп, нахрен, все эти споры. Где это ощущение? Так, оно кажется где-то вот здесь. Да, подышали. Ёк, макарёк. Вот здесь вот. Что это? Это же ведь просто энергия. Да, ты можешь вспомнить. Ты можешь вспомнить фундаментальную сущность любой материи, любого ощущения, любой мысли, любого человека, любого предмета. Всё состоит из одного. Та материальная вещичка, это электрон. Её в любом, в любой форме, которую вы видите, и даже в вашей руке, 0,001%. Всё остальное, это то расстояние, которое между электронами. То расстояние. Электрон какашки, электрон мочи, электрон крови и электрон этой кружки, он идентичен. Они одинаковые. Но внимание и мозг, и вера, и прочая лабуда всё делает из этой формы такую форму. Это человек, это сестра, это мазь, это кружка, это сарделька, а это бычий пенис. Бычий пенис. И наблюдая за той энергией, которую вы испытываете, которая кипит в вашем теле, вы наблюдаете обычный электрон. Обычный электрон. Дайте себе такой ярлык этому ощущению. Энергия. Энергия, она есть энергия, она и в Африке энергия. Но энергии этой, энергии ужаса, злости и гнева, её очень много. И вся эта энергия в вас. И направляя внимание на эту энергию, вы направляете энергию на эту энергию. И она увеличивается, увеличивается. Даже можно наблюдать, как всё это увеличивается. В какой-то момент я вам описываю опять своё состояние. С того места, где вы это ощущали, это поднимается выше и доходит до сердца. В сердце происходит что-то такое, что прям, ну вот как-то вот так вот это происходит. Просто на уровне ощущения. Ничего придумывать не надо. Забивать себя мыслями никакими нахрен не надо. Я повторяюсь ещё раз, я уже сегодня это говорил. И всё. И всё. Вы можете сидеть просто в таком кайфе. В таком кайфе, а вокруг война идёт. Вокруг война. И вы в этой войне никого не осуждаете. Никого не любите и не не любите. У вас никому из этой всей мишуры, которая происходит вокруг нас, нету ни чувства злобы, ни страха, ни того, ни сего. Просто вы испытываете эту энергию. И эта война прекратится. Если вы будете жить в этом состоянии, в этом ощущении, она прекратится. И всё. И всё станет очень даже хорошо. Солнышко будет светиться. Всем будет говорить «Здрасте, мордесть!» И это та практика, которая есть, которая работает. И она заточена сейчас на то, что с вами что-то произошло. Но вы постоянно что-то испытываете. Где-то вы испытываете голод, где-то вы испытываете даже радость. Опять начинаешь слишком радоваться чему-то, слишком отождествляться с чем-то, слишком внедряться в ту работу, которая... Я люблю работать, я люблю монтировать видосы, я люблю создавать какие-то новые вот эти вот киношки, да? Какие-то проекты там даже для кого-то делать. И мне в основном дают карт-бланш. Говорят, «Жека, мы знаем, что ты могёшь, сделай нам видос такой, как ты сам видишь». И это кайф. Я творец этого видоса, я делаю его с удовольствием. Но моё сильное вовлечение в процесс и та радость, которую я испытываю, она сильная, я с ней отождествляюсь. И потом это превращается в автономную движуху. Я дальше, 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 дальше. И чем больше всех этих движух, тем меньше радости потом становится, потому что ты к этому привыкаешь. А в осознанном состоянии ты радуешься всему, и плохому, и хорошему. Но есть плюс – плохого будет всё меньше и меньше. А если оно и будет, это для тебя урок, чтобы ты помариновался в этом плохом, но не как в плохом, а как в том, что есть. на тренировку вчера я ходил, занимался, качался. Это тоже та практика осознанности. Ты должен быть пустым на тренировке. Ты не должен позволять мыслям овладеть с тобой. но у тебя есть возможность получать какую-то энергию от тех упражнений, которые ты делаешь. Не давать энергию, а наоборот получать. Потому что, когда ты качаешь свой бицепс, ты его ощущаешь. Обрати внимание на свой бицепс, на это ощущение. И вот она, практика осознанности. А плюсов очень много. Первый плюс, потому что твое внимание здесь. В этом ощущении. Твоя банка будет расти в два раза быстрее, чем если бы ты просто как дурачок качал ее, считал до 10, до 12. А толку в этом никакого. Либо ментально находился в других местах совершенно. Многие в зале что-то ходят, болтают по телефону. Если бы они не разговаривали по телефону, и эта тренировка дала бы им плодов в 20 раз больше. Но вниманием они не здесь, не в своих мышцах, поэтому все это будет накачиваться очень долго. Эту работу ты делаешь осознанно, эта работа дает свои плоды. Неосознанная работа будет работаться долго и тяжело, и неинтересно. Не практика внимательности, тренировка. Практика. Иди на тренировку как на практику внимательности. Ты в бассейне то же самое. Ощущай, что ты делаешь. Ощущай те мышцы, которые работают. Ты пришел в баню. Тем более. Тебе делают массаж. Здрасте, приехали. Сколько тех ощущений. Как долго можно оставаться пустым, направляя внимание только на то, что происходит внутри тебя. За рулем едешь, послали тебя, подрезали. Вот тебе. Дальше практикуйся. Практикуй дальше. Практикуй свою внимательность и осознанность. Посмотри, что происходит внутри тебя. Не то, что ты хочешь сказать этому человеку. Не те мысли, которые говорят тебе, «У, сука, сейчас я тебе все скажу, что я о тебе думал». Нет, нет, не надо. Направьте внимание на то, что вы ощущаете. Не давайте ему названий. И вот эта практика идет по жизни. По жизни. Закапываться в медитациях это тоже. Здесь можно делать очень много ошибок. То есть, например, ты идешь и ты в таком находишься в каком-нибудь таком состоянии непонятном и депрессивном и там так и там сяк и много мыслей и ты думаешь поскорее бы сейчас прийти бы закрыться там и буду там медитировать. И ты всю дорогу идешь и думаешь об этой медитации. Это тоже неправильно. То есть, эта медитация это может быть как твоя таблетка, которая типа тебя лечит, но ты ее ждешь и ты так же себя мучаешь. Это как желание так же пойти купить себе вкусняшку и типа сладенькое, оно веселит, оно делает там энергию, дает позитивное мышление, надо сладенького съесть. И ты злой, как собака до тех пор, пока не съешь кусок конфеты. Потом вроде бы ты повеселел, ты так себя настроил на это. Здесь тоже самое, ты можешь быть таким козлом, злым, но типа тебе нужно сегодня по-любому помедитировать и у тебя это не получается, тебя отвлекают, не дай бог, от медитации, ты еще злишь сам больше, что тебя отвлекают. Кто-то позвонил, думал, что какого хрена я медитирую. А медитировать нужно каждую секунду при жизни привыкать медитировать с открытыми глазами. Привыкать это делать с открытыми глазами. В некоторые моменты уже не нужны никакие ощущения и ты просто вот так вот смотришь. Пустыми глазами ты смотришь, но пустыми это так звучит, конечно, не камильфо, но ты осознанный. Все мысли, которые есть, ты можешь ими воспользоваться в любую секунду. Они все есть, они все наготове, но они ждут, когда ты дашь им команду свою, потому что хозяин здесь ты. И в этом состоянии нужно мариноваться, давать себе возможность быть в нем все чаще и чаще. И тогда ты привыкаешь к этому. Привыкаешь. 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 Привыкаю. Привыкаю. Продолжение следует...